Здравствуйте! На первой неделе сентября произошел всплеск дорожных происшествий, причем многие из них с серьезными последствиями. Расскажем о самых заметных авариях. 2 сентября на улице Антона Петрова недалеко от школы КАМАЗ переехал мотоциклиста. 31-летний мужчина погиб. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, а по неофициальным данным байкер пытался остановиться, пропуская пешехода, но затормозить быстро не удалось, пришлось класть двухколесную технику на бок. Мотоциклист упал и по нему проехал параллельно идущий КАМАЗ. Причем тяжеловес даже не заметил этого, пока его не догнали очевидцы. А на пересечении улицы Молодежная и проспекта Ленина в этот же день перевернулся в Форт Куга. Не убедившись в безопасности, водитель выехал на перекресток, а когда понял свою ошибку, начал тормозить, врезался в забор и перевернулся. К счастью, все остались живы. Правда, огромной пробки в час пик избежать не удалось. И все это в то время, когда водителям стоит быть особо внимательными. Ведь начался учебный год и на дорогах появилось много школьников. Всю неделю возле образовательных заведений края дежурят инспекторы ГИБДД. Они следят за водителями, пропускают ли те детей через дорогу. И за родителями, пристегнутыми ли они привозят своих чад в школы и детские сады. По данным полицейских, примерно четвертая часть участников движения не заботится о безопасности малышей. 1 сентября стартовала новая программа утилизации старых автомобилей. Ее условия схожи с теми, что были ранее. За старый легковой автомобиль, ушедший в утиль, можно получить скидку в 40 тысяч рублей на покупку нового. За грузовик уже 350 тысяч. Стоит отметить, программа действует как для частных лиц, так и для юридических. Продлится она до 31 декабря. За это время Минпромторг планирует продать 170 тысяч новых машин разного класса, легковых, внедорожников и коммерческого назначения. Неважно, пешеход вы или водитель, за рулем нового авто или старого. Не забывайте соблюдать правила дорожного движения. До свидания.